Канал BBC как-то опубликовал любопытную статистику, в которой говорится о том, что за последние 50 тысяч лет на земле жили и умерли примерно 101 миллиард человек. И если брать в расчет, что ежегодно отмечается рост населения в больших городах и увеличение количества смертей, то мы очень скоро придем к проблеме дефицита земли под захоронения. На этот счет в Пермском крае уже прозвучали первые звоночки. В мае закрылось самое крупное пермское кладбище, Северное. Сейчас оно работает только в режиме под захоронения. Это когда в существующую могилу хоронят родственникам, например. Сейчас городские власти планируют открытие нового кладбища, восточного. Только вот с расположением нового места захоронения согласны далеко не все, в особенности те, кто живет рядом. Меня зовут Роман Лабурец. В вечернем эфире РБК Перм. Программа «Открытый вопрос». Сегодня с моими гостями в студии вслух говорим о том, почему мнение насчет строительства восточного кладбища разделились и вероятен ли компромисс. С нами в студии Вячеслав Филипения. Вячеслав Филипения. Житель деревни Мартьянова. Организатор сбора подписей и петиций против строительства кладбища. Уверен, что власти нарушают закон, организовывая место захоронения вблизи частного сектора. А также в гостях Ренат Гесматулин. Ренат Гесматулин. Заместитель председателя Совета ТОС и местных сообществ Пермского края. Житель микрорайона Новобродовский. Считает, что строительство кладбища восточное – процесс неизбежный. Новое кладбище восточное откроется в Перми в следующем году. Территориальное – это Мотовилихинский район, Сылвинский тракт-15. Почему выбор этого места так встревожил пермяков? Вячеслав, я знаю, что вы уже больше тысячи подписей собирали людей, которые против. Да, на данный момент это более тысячи подписей было собрано под петицией против восточного кладбища. Мы пытаемся решить все вопросы в досудебном порядке. То есть, не хотелось бы нам выходить в суд с данным вопросом. Сейчас пишутся запросы в различные инстанции по данному объекту и по законности его организации на этой территории. Точно так же мы продолжаем собирать подписи. Мы пытаемся организовать рабочую группу, выйти на контакт с администрацией города, с администрацией края для того, чтобы вступить в диалог по строительству этого кладбища. Вы подписались? Я полностью солидарен и согласен, так как являюсь жителем микрорайона Новобродовский уже порядка девяти лет. Более того, могу сразу сказать, что мы сразу вышли в диалог с инициативной группой. Это практически все жители и соседи, с которыми я разделяю полностью мнение. И, соответственно, мы встречались уже два раза с представителями заинтересованных микрорайонов. Это Большая Мось, Мартьянова, Голый мыс, Новобродовский, Южный. И, то есть, приходили к знаменателю, что нужно создать рабочую группу с конструктивными предложениями, которые будут допущены к некому общественному контролю за САНПИН-нормами, за исследованиями почвы воды. То есть, все, что было в нормах. Да. Для того, чтобы была прозрачность во всем этом процессе, люди не осведомлены должным образом. И, на самом деле, основной негатив исходит именно от этого. Мы говорили о том, что встречи такие, в том числе, необходимы, потому что люди сами до конца не понимают, что они хотят правильно. Потому что в сети все считают по-разному. Хочу сквер, хочу спортивную зону отдыха и тому подобное. Ну, можно, да, отвечу. На самом деле, я бы здесь разделил мнение людей. Ну, вот, общаясь с людьми, да, общаясь с инициативной группой, общаясь с жителями, я бы разделил, наверное, три таких основных аспекта, которые волнуют людей. Первый аспект, и, наверное, самый основной, и это большинство людей, это безопасность. Безопасность в плане именно здоровья и угрозы жизни и здоровья тех жителей, которые проживают на близлежащих районах. Поясню, в чем это выражается. Дело в том, что планируемое кладбище Восточных находится на горе. Сами кварталы с захоронениями, которые планируются, которые уже спланированы, где есть асфальтированные дорожки, они находятся на склоне этой горы. Этот склон идет в сторону населенных пунктов Голой мыс и Мартьянова. Причем с постоянным уклоном. Перепад очень приличный, то есть там порядка 60 метров разница высот. То есть, ну, вы представляете, да, это достаточно большой уклон. Значит, у всех в микрорайоне Голый мыс и в деревне Мартьянова присутствуют личные скважины либо поверхностные сносчики водоснабжения. Старализованного водоснабжения в данных микрорайонах нет. И технически его там организовать невозможно, как ответила нам и администрация, и Новогор-Прикамья. Значит, соответственно, люди просто добывают воду для своих нужд, для хозяйственно-бытовых, для питьевых и скважин. Понятно, что есть опасения того, что талые воды и дождевые воды просто-напросто будут стекать по этому склону вниз и попадать в скважины людей. Понятно, что кладбище – это не просто объект, это объект повышенной опасности, он имеет второй класс, и поэтому здесь опасения людей достаточно обоснованны. Мало того, это опасение подтверждается и на законодательном уровне. Те же санитарные нормы и правила не разрешают размещать подобные объекты, идти по кладбище с уклоном в сторону населенных пунктов. То есть там все дело не в уклоне? Просто многие говорят, что там цифра разная – от 10 км до 1 км расстояние от будущего места захоронений. И люди боятся именно близости к кладбищу. Нет, совершенно нет. Вопрос именно не в этом. Первый вопрос – это в уклоне. Потому что этот уклон есть и он постоянный. Значит, нет никаких возвышенностей и равнин на этом участке. Расстояние до ближайших домов – это меньше километра. Я скажу так, что до моего дома полтора километра – 1500 метров. Уровень грунтовых вод достаточно высокий. То есть, допустим, весной вода может подниматься до метра. Потому что почва суглинки – это гидроизолирующая почва. То есть она не дает уходить в воде глубоко в почву. И, соответственно, все поверхностные воды находятся там, где она и есть. И именно вот это и вызывает опасения людей. Как осаживаются скважины, наверное, не надо рассказывать. То есть это просто вставляется труба в землю. Соответственно, по стволу скважины вода может попадать в водоносные слои. И дальше мы получаем то, что получаем. Хотелось бы, наверное, еще добавить, что это не единственное опасение. Они также связаны с транспортной доступностью. Это вот зауженные улицы нашего микрорайона Южный. Основной трафик автомобильный будет проходить именно через эту дорогу. И люди опасаются того пробочного движения, которое будет наступать сразу же. Ну, как на северном кладбище. Ну да, все мы знаем, что творится на северном и на южном. Там в Радоницу и так далее. И, собственно говоря, люди понимают, что это будет коллапс. Это будет коллапс. То есть эти вопросы надо, естественно, решать. И мы готовы подключиться и с Алексеем Юрьевичем Раевым. И я думаю, вполне возможно, в последующем можно и организовать какой-то круглый стол с главой города. И эти моменты обсуждать. Потому что обеспокоенность людей, она имеет значимость однозначно. То есть вы не против строительства кладбища в целом, но какое-то компромиссное решение? Здесь, знаете, на самом деле очень серьезный вопрос. Я так однозначно не могу сказать. Насколько я знаю, еще с 2006 года речь шла о строительстве крематория. И все. Только люди знали только... Да, 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 именно так. Давайте немного прервемся. Дело в том, что на днях была прямая линия с главой города Алексеем Демкиным. Давайте послушаем, что он сказал и обсудим дальше. Я надеюсь, все понимают, что городу, особенно миллионнику, необходимо иметь новое общегородское кладбище. На данный момент ресурсы существующих кладбищ заканчиваются. Наблюдается дефицит мест захоронения. Строительство кладбища Восточное по адресу Сыловинский тракт 15 началось еще в 2006 году. Его месторасположение определено генеральным планом города. При выборе участка учитывалось соответствие требованиям законодательства, в числе правилами норм. Сейчас будет проводиться обследование почвы и воды. Инженерное изыскание. Точняется размер санитарно-защитной зоны. При этом при строительстве кладбища будет в полном объеме сохранена территория ООПТ «Продовские лесные культуры», которая также будет служить защитой для жилых массивов. Я лично выезжал на будущее кладбище Восточное и осмотрел эту территорию. На первый взгляд у меня не вызывает опасений текущая ситуация. Но окончательное решение, конечно, мы будем принимать только по окончании тщательных исследований. Мы возвращаемся в студию в эфире РБК Пермь. Программа «Открытый вопрос». Говорим о строительстве нового кладбища. В Перми сегодня в гостях Вячеслав Филиппени и Ренат Гесматуллин. Строительство кладбища началось еще в 2006 году. Статой главы города Ингенплан он ссылается. То есть о планах на территорию жители знают уже давно. Да, но до начала этого года вся информация, которая была у жителей из других источников, это то, что на данном месте планировалась организация крематория с Колумбарием. То есть про кладбище никто не говорил? Про кладбище не было разговора. Про кладбище информации не было. И, соответственно, в начале этого года это и вызвало тот резонанс, эту волну возмущений со стороны жителей. Именно организация кладбища с традиционными захоронениями в землях. И этот вопрос и вызывает основное опасение у жителей. Алексей Демкин также сказал про санитарно-защитную зону. И известно, что это будет какая-то просто лесополоса или как-то по-другому устроена? Есть определенные нормы, которые надо выдержать. И, соответственно, я еще раз хотел бы поставить акцент, дабы сейчас на самом деле подрядчик уже выбран, правильно? То есть подрядчик есть, и чтобы все эти изыскания проходили, дабы не испытать очередного какого-то негатива и резонанса с жителями, чтобы это было открыто именно при общественном контроле представителей этих территорий обеспокоенных. Я еще раз обращу внимание за прозрачность решений и проводимых исследований. Я допомню, был вопрос про санитарно-защитную зону. На самом деле санитарно-защитная зона – это всего лишь земли с ограниченным использованием. Проблема-то в грунтовых водах? Проблема в том, что вместе с тем уклоном, который там присутствует, санитарно-защитная зона может не обеспечить необходимой защиты людей. Потому что вода просто будет ее проходить по склону и попадать опять же в населенные пункты. Она не будет успевать впитывать ту воду и фильтровать, которую... Этот склон, на самом деле, одной из основных причин есть некого негатива, потому что неестественно. Ну, потому что, да. Потому что, во-первых, этот склон реально даст возможность в воде попадать в населенные пункты. А второе, все-таки этот склон, опять же, обговорен у нас санитарными нормами и правилами. Вот господин Демкин говорит о том, что все санитарные нормы и правила были учитаны. Но в то же время мы открываем санитарные нормы и правила и читаем, что уклон в сторону от населенных пунктов. А здесь уклон в сторону населенных пунктов. Я считаю, ну, мое личное мнение, либо до конца они досмотрели, либо просто закрыли глаза на этот пункт. Ну, давайте сделаем акцент на то, что еще не проведены эти исследования. Они будут проводиться по поводу этих... На основании этих исследований будут выноситься какие-то решения. Вот как раз Алексей Демкин сказал в конце, что пока что ведутся исследования. И пока тщательное решение будет принято только после этого. Вопрос о нормах расположения таких объектов вблизи жилой застройки мы задали специалисту из Роспотребнадзора. Давайте послушаем мнение, а после обсудим. От кладбище устанавливается санитарно-защитная зона. Она устанавливается в зависимости от того, какая площадь занята кладбищем. То есть весь там ПИН санитарно-защитная зона, он действует в течение этого года еще. Значит, и там в зависимости от площади есть расстояние от 500 метров, это наибольшее, и до 50 метров, это наименьшее. То есть в зависимости от кладбища. То есть все поделено. И как раз установлением санитарно-защитной зоны занимается Роспотребнадзор. И для кладбища это еще немножко другой вопрос, потому что там устанавливается еще по биологическому фактору воздействие. Воздействие, причем не только на атмосферный воздух, но еще и на загрязнение почвы, подземных вод, поверхностных подзвездов есть. То есть это все должно быть в проекте санитарно-защитной зоны. Но дело в том, что это проектируемый объект, там будет проведена оценка существующего загрязнения и планируемый загрязнение, какой будет. С учетом потока подземных вод, гидрогеологических изысканий, это все будет в составе проектов. Я хочу про скважины сказать. Дело в том, что скважины, которые набурены у людей, они не относятся к питьевому водоснабжению, потому что никто из них не имеет в дом санитарной охраны, не имеет претензию на добычу подземных вод для питьевых целей. Мы услышали ответ Роспотребнадзора на тему санитарно-защитной зоны. Как оказывается, грунтовые воды и то, что течет со склонов, тоже входят в санитарно-защитную зону. Что скажете по поводу того, что скважины пить нельзя, и получается все нормально? Со слов представителя Роспотребнадзора, да, все получается здорово. Даже представитель Роспотребнадзора сослался на федеральный закон номер 8 ФЗ, который устанавливает нормы при строительстве кладбища. В данном законе, в статье 16, четко идет ссылка на то, что строительство нового объекта в виде кладбища должно производиться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами. Об этом представитель Роспотребнадзора тоже нам озвучил. А санитарные нормы и правила, которые приняты в этом году, в 21 году, с начала года 1 числа, 28 января, точнее сказать, 2021 года главный санитарный врач Российской Федерации подписал эти санитарные нормы и правила. Говорится, могу процитировать, участок отводимой под кладбище должен соответствовать следующим требованиям. Иметь уклон в сторону, противоположную от населенных пунктов, открытых водоемов, потоков грунтовых вод, используемых населением для питьевых и хозяйственных бытовых целей. То есть, опять же, ссылаясь на слова представителя Роспотребнадзора, который сослался на федеральный закон и на санитарные нормы и правила, мы видим прямые нарушения при строительстве данного объекта. То есть, идет открытое нарушение? На мой взгляд, да, идет открытое нарушение действующего законодательства при организации данного объекта. Это одна из причин обеспокоенности. На самом деле, их там целый комплекс. Они наверняка могут появиться при наличии кладбища и всего остального. А дабы это избежать, на самом деле, надо, наверное, максимальное участие все-таки принимать самим жителям. Есть ведь опыт того, что кладбище находится в близости с населенным пунктом. Ничего такого там стресса. Есть, согласен, есть. Но если жители против, надо точно, однозначно прислушиваться к жителям и с ними общаться, и с ними сотрудничать, дабы исключить и негатив, и последствия возможные. На данный момент можно смело говорить о том, что строительство кладбища – это история неизбежная. Кладбище восточное так? Я думаю, да. Я думаю, да. Но должен быть обязательно контроль всех моментов, которые были предусмотрены. Это и почва, и грунт, и вода, и изыскание, и, соответственно, санкин-нормы, чтобы были выдержаны. Но тут мы говорим о том, что склон в сторону в любом случае будет нарушение. Просто вопрос в другом – закроют ли на них глаза? Нет. Дело в том, чтобы дабы не закрывали глаза, нужно проводить экспертизы. Почему-то власти не занимались этим вопросом длительное время, и сейчас в аварийном режиме пытаются этот вопрос решить. Решить за счет единственного места – это кладбище восточное, которое, как они говорят, есть в генплане. Дело в том, что в генеральном плане, помимо кладбища восточное, запланировано еще три места под захоронение. По новым территориям есть кладбище на улице Заборная, это в Кировском районе. Оно выделено под кладбище земли, там порядка 40 гектар. На данный момент захоронение там начато, но только самое начало этого кладбища. То есть, в принципе, оно как действующее кладбище уже существует. Находится кладбище на равнине, то есть без каких-то уклонов в сторону населенных пунктов и так далее. Но там отдельно надо рассматривать по этому кладбищу, какие есть варианты. Значит, есть место в генплане, есть место это Новопермская ТЭЦ. Место, на мой взгляд, прекрасное, потому что там нет населенных пунктов рядом, там нет уклонов в сторону населенных пунктов, нет источников открытых по водоснабжению. И есть место, это кладбище лесное, это в сторону ледов. Значит, точно так же оно есть в генплане. И точно так же нет там никаких населенных пунктов в близлежащих расположениях. Выбор есть, да? Да, и поэтому я вижу тут альтернативу какую. Крематорий, да, он может быть на кладбище восточном. Колумбарь или захоронение в урнах, да, оно может быть на кладбище восточном. Тем более, что это вблизи города. А для традиционных захоронений нужно искать другое место. И выделять другое место, которое не будет настолько опасным для жителей, проживающих рядом. И не будет нарушать нормы, санитарных норм и правил. Будем надеяться, что сегодня мы охватили всю проблематику строительства кладбища восточное в Перми. Пишите свое мнение в комментариях. Большое спасибо нашим гостям за интересную беседу. В эфире была программа «Открытый вопрос». Я ее ведущий Роман Лубурец. Увидимся в следующую пятницу. Нам будет о чем поговорить. Редактор субтитров А.Семкин